несмотря на то что они все здесь какие-то распиздосы ну южные ребята смысле и так далее первое что я заметил когда въехали в европу мы заехали в литву и было где-то 7 утра и уже в 7 утра в воскресенье люди плавали на байдарках катались на лыжах на водных куда-то там топили на великах в группах все что-то делали вот сейчас тоже рим но практически 9 утра и хозяин дома позвал какого-то йога массажиста к себе и они что-то там тянутся как гэтажки все что-то делают а у нас чё ждать понедельника чтобы начать жаловаться что на работе хуёво система ниппель и дали такое это еще же подумать надо чтобы сделать охереть вот и секунды правда но все равно подумать эта система день номер два в поисках пляжа на самом деле хата-то конечно пиздата но что-то когда я ее бронировал мне показалось что до пляжа тут поближе я еще и маг там увидел по дороге и все короче сомнения отпали я забронировал за несколько дней до выезда я что-то посмотрел не помню как это до меня дошла мысль о том что надо что-то там посмотреть когда рим это ездить потому что она не самом риме а тут 20 километров до центра рима по сути на краю как один цово короче блять только ближе в три раза вот и оказалось что по карте то до пляжа тут хуйня оказывается что 6 километров и янекс показывает что идти эту дорогу час двадцать но по такому солнцу сейчас 29 не очень жарко в принципе но все равно жестко надо как-то ценек выцепить ну короче сейчас будем проверять сколько там идти и самое самое обидное что оказывается по дороге мако нет это необычно здесь и реально теперь вот это альбукерки прям прям альбукерки правда более бомжатка хотя чаще более бомжатка тут надо подумать вот это ничего так выглядит интересно сколько стоит здесь такое примерно еще лянча они чё живы опять лянча а спина сейчас короче попробуем голоснуть может как-то доедем зачем ходить ногами если есть автомобили блять вон их сколько изобрели думаю надо этим пользоваться переход ну да ок что-то куда бы ни приехал ничего не меняется но в том плане что везде как дома нет ощущения что типа охуеть прилетел в италию я сейчас пиздячу по какому-то итальянскому заброшенному парку вообще пухер кто-то дома пять минут отошел может правильно говорят типа мы не живем в городе стране мы живем на земле и вообще пухой где ты находишься не знаю если кто-то может быть боится там языка чужого он пойдет в другую страну сюда все пиздец о блять все по-другому нахуй в италии неграмотные не только коты но и преподы я вот на сто процентов уверен что вот это не 50 метров вот 50 ибоу на горизонте виднеется ноль что-то блять у меня подозрение что это сотка они они хуяне 50 вы какие-то глупые школьники учатся большинство жуков здесь кричащие большинство асфальта здесь твердое большинство зеленых растений здесь зеленые белая разметка здесь белая вот она жидкость охуеть вон она дерево настоящая заправка крайне фановая я круглый по проще кольцо и вот она короче так пол кольцом расположена офигенно принадлежа круто это очень круто ты подъехал забрался и поехал дальше тем более никаких кассиров тебе не надо карточку засунул и поехал дальше это просто охуенно жрачка стулья блин я каждый хорли осматриваю такой типа так 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 вот это круто да не круто ну-ка а натяженец блин у него сильнее натянут что у меня ну да что-то лишнего короче это заведение не не для меня блять определенно потому что тарелка макарон стоит типа полтора косаря блять сорян до свидания надо искать макдональдс какой-то походу в маке за эти деньги можно было бы обожраться насмерть просто просто насмерть вот это что стоило 23 евро для лазаньи булочка и напитки зато хоть море рядом блять серьезно вот сочи вот ненасколько не хуже прям вот вот ненасколько купание эти морские развлечения что-то вот вообще не для меня не понимаю прикола вот такой жопой кверху лежать и загорать классно лежишь потеешь тебе жарко потом идешь в воду остываешь вообще эта хуйня вроде вся платная но не знаю находим кто ничего не сказал ну и как бы сам я денег тоже никому не дам просто так а если попросят то я просто ебу себе или нет ну один евро можно заплатить или два или три максимум а пока нет пока я просто буду сидеть и все и там справа у тетки вообще сиська выпала изливчика и нормально ну ладно выгнали спляжей короче типа типа стоит денег короче выгнали с даже такие типа это только для местных короче не для местных можно вот соседняя зона там другая ее можно снять за 10 евро в день такие спасибо свидание ну и стали на английском как бы пиздели они по-английски не понимают позвали чувака который на английском шарит он не пытался что-то объяснить и потом ну я веронике говорю на русском и чувак который первый раз до меня доебался а что говорите по-русски гринда говорим здравствуйте странный какой-то черный ух блять вода ебучая мокрая у глядь ух сука холодно пытаемся найти бесплатный пляж нахуй надо вообще деньги за пляж платить это пиздец даунство у нас то с этим можно бороться потому что в принципе запрещено перекрывать проход к воде и всякая частная хуйня ну у нас есть такое но можно просто нахуй послать или в ебало дать охраннику здесь как бы я не знаю как это устроено поэтому я не буду в ебываться уж вот это вот это сразу видно бесплатный пляжик блять вот это кайф сплошное блять удовольствие я не смогу на я нам просто запечатлеть то количество окурков которые тут зарыто и они по теплу начинают вылазить из земли как черви правда я не знаю делают ли так черви но я думаю ничего не слышно но это не суть конечно прикольно там по пляжу прогуляться но у меня нет ощущения что где-то в италии и все такое гуляет совершенно обычный пляж я езжу обычно в джанхот но там тоже самое какой нити анапу да там будет людей побольше здесь поменьше потому что пляжа как в принципе побольше и даже самый не оборудованный пляж но он вполне ок это прям совсем ну сочи адлер анапа вот оно прям прям оно но отдыхаете в россии блять ёбаные сочи сейчас билеты будут стоить дороже чем дарима так что нахуй этот отдых блять в рашке то же самое да блять то же самое ну сука смысл если за эти деньги ты можешь летать уёбываться что было в италии ну при том что здесь есть реально красивые места если взять тачку в аренду куда-то поехать это будет просто пиздец охуенный отдых а в анапе ну ты никуда ты блять не съездишь на рынок только и пиздец вот теперь что-то слышно стало наверное такие дела но еще есть разница конечно я только сейчас заметил и понял что я иду вот ну уже километра полтора так по пляжу и не боюсь на стекла наступить потому что ну блять окурки окурками на стекла здесь нет еще если бы у нас попытались спустить за пирс ну под пирс какой-нибудь типа вот того блять тут было бы все просто все обосрано а здесь как бы ну ну там валяются какие-то бумажки тоже окурки в конце но говна блять нет и стекол можно идти по нычке еще одна особенность здесь я не слышу чё-то песен газманова там еще какую-нибудь хуйню на пляже не играет музыки вообще вот это просто охеренно я всегда пытался представить а блять вообще такое возможно чтобы был огромный пляж и на нем не играла музыка ее нет блять что два шли короче три километра зато здесь маг и какая-то милитария и фургон ferrari но еще необычно то что много пееков прям много то есть не знаю раз в минуту ты по любому видишь какую-нибудь парочку вот стоят вот прошли вон стоят и как бы вот это все время тут так ну и главное что мы тащили сюда четыре километра по-моему это вот оно пасифик маг дороги перекрыты что-то тут какой-то движ блять как отсюда уезжать тоже хуй знает кстати какие трибуны какой-то моторспорт такой маг необычный морской маг все происходит татуса там пирелли ferrari и так далее и они короче ну короче они соорудили временный переход через дорогу ради этого мероприятия а проблема в том что сейчас как-то надо уехать на автобусе отсюда потому что назад 10 километров идти что-то я не очень хочу ближайший автобус хуй знает где это правильно это блять мне туда зашел сука иностранец ебучий велоси-ройси я не знаю что это какая-то классическая фиат аборт это ладно это я знаю морга вот это вот вот это крутая вещь вот ее я прям бы хотел бы блять вот вот эта вот штучка просто просто вот этот ремешочек это идеально вот на ней евро трепануться это просто просто божественно было бы вот вот GTA San Andreas у меня такая любимая была бэшечка ну там она бэшечкой называлась типа под бэшечку триумф блять вот к неожиданности этот бак это прикольно конечно всю тачку я бы залил в первый же день что это за срам такой хуэндай гибрид блять и руль не с той стороны ёбаный урод с остановкой не удалось на ней написано суспенто ух блять едет куда-то блять какой номер шестой но это не из куфера короче тут какой-то праздник феррари мне конечно удивительно что вот автобусная остановка и просто стоят тут прям припаркованные здесь чуваки ну даже слабо они они же отдыхать приехали на море чё бы нам не стоять здесь шесть итальянские технологии ну опять с этим теперь не отвалится ну полчаса ходьбы не автобус появился они еще не останавливаются просто так надо обязательно голосовать как и сделали вот это блять алоэ ёпта что с ней можно делать я не знаю моя бабка бы просто с ума сошла столько алоэ средства от того средства от всего под пластырь на ранку вообще от всего просто что-то по дошкам тут не густо не густо но жрать можно типа два но это за 3 евро что-то вообще жирная какая-то вот наш выбор 0.99 я вот этот красный жрал бы манцу прям нормальный выбор но вот это все еще соусы короче овощи овощи всякие это выходит на 15 евро потому что ну нормальная тарелка пасты но спагетти регалетти какие-нибудь стоят 10 евро а вот это просто пиздец обожраться и ну выглядит вкусно вот это настоящее типа тестовое порубленное посмотрим как выбрать крем от сгоревшей спины в другой стране никак ну нет как вкус если греть сначала а он ее поставит да нет куча не поставила она стоит здесь вся бака 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 вся бака 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 вся бака 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 вся бака бака Такие дела Я хочу напомнить, что в описании к видео есть номер Сбера и ссылка на Paypal Если вам есть что сказать и вы хотите, чтобы это все увидели Или что-то прорекламировать Вы можете скинуть туда столько, сколько считаете нужным В конце следующего видео я ставлю топ-5 задонативших И ваши сообщения появятся в конце видео Таким образом вы можете прорекламировать что-то, что считаете нужным Высказать что-то, что считаете нужным И ходите, чтобы это все увидели И таким образом вы поддерживаете то, что я делаю Пользуйтесь! Субтитры сделал DimaTorzok